Снаружи будто большая бочка, внутри тесно и жарко. Однако на Земле от этого объекта не требуется особого комфорта. Главное – его функциональность в космосе. 25 тонн, 13 метров в длину и 5 в ширину. В центре Хруничева готовят, как здесь говорят, штатную машину – MLM – многофункциональный лабораторный модуль. МЛМ создается на базе функционально-грузового блока. Поэтому так похож внешне на модуль «Заря», с которого и начиналось строительство орбитальной станции. Вскоре этот модуль буквально нашпигуют научной аппаратурой. За свою начинку ему и дали имя «Наука». Сейчас перемещаться в научном модуле достаточно тяжело и очень жарко. Но когда MLM окажется на орбите в космосе, космонавты здесь будут буквально летать. Причем вот в этом достаточно узком коридоре. Все же запанельное пространство, а его здесь очень много, будет заполнено научным оборудованием и аппаратурой. Примечательно, что в научном модуле нашли место и для космического отдыха. Вот здесь наверху разместят космическую каюту, и член экипажа будет спать на потолке. Но ведь в космосе без разницы, где отдыхать – на полу или наверху. Переходной гермоотсек, ПГУ, вот так называемая. Вверху каюта. Для начальника цеха Николая Суботина здесь знакома каждая деталь. Можно сказать, он начинал строительство орбитальной станции. Так и новый научный модуль знает вдоль и поперек. И здесь будет туалет для третьего члена экипажа. Потому что на час для шести членов экипажа одного как бы маловато. Чтобы отправить на орбиту один модуль, на Земле создают пять. Штатный, так называемый, летный экземпляр – вот он. Два для испытаний динамических и электрических. Четвертый – дублер летной конструкции. И пятый – тренажер для космонавтов. А вот здесь вот создали, как смогли, механизм перемещения груза, который также повернут немножко под 45 метров. То есть, вот тут вот он. Сергей Рязанский готовится к своему первому полету на станцию. Ему предстоит принять научный модуль на орбите. Но первым делом надо изучить будущий дом на Земле. На самом деле, это было бы счастье, если бы он как раз пришел в нашу экспедицию. Потому что куча работы. Это самое интересное, когда есть что делать. Когда новый модуль, когда новая аппаратура, много выходов. Для космонавта это тоже счастье. Внутри тренажера все как на летном модуле. Главное для космонавтов – освоиться. Запомнить, где и какое оборудование. Навыки, усвоенные на Земле – залог успешной работы в космосе. Перед тем, как лететь в космос, нужно подготовиться здесь, в наземных условиях. И чем лучше пройдет тяжелее тренировка, тем проще будет уже там на орбите. Здесь разместятся пульт управления, за панелями научное оборудование, дымовые датчики, электрические разъемы и воздуховоды. Будет в модуле и дополнительный санузел. Каюту решили сделать оригинально. Вот-вот сюда, снизу подплываешь, она полностью здесь будет закрыта. Вот так вот, в смысле. Подплываешь снизу, открываешь дверку и плываешь туда. Без иллюминатия, темная. Опять открываешь, естественно. Лабораторный модуль станет новой площадкой для российской науки. Как отмечают космонавты, на орбите для больших экспериментов места маловато. С наукой появится больше пространства и возможностей для опытов. Дополнительный иллюминатор для наблюдения Земли и абсолютно новая шлюзовая камера, которая позволит работать за пределами станции без выходов в открытый космос. Рука-манипулятор будет доставать груз с платформы и ставить его на штатное место с внешней стороны станции. Здесь у нас груз, здесь у нас точка, здесь мы захватываем, как вот открывается. Мы можем какие-то грузы, материалы экспонировать снаружи модуля и делать это уже вне зависимости от выходов через шлюзовую камеру. Это здорово, когда российский сегмент еще прирастает таким большим модулем. МЛМ станет новым причалом для стыковки космических кораблей, а его двигатели смогут корректировать орбиту станции и маневрировать при опасном сближении с космическим мусором и метеоритами. Наука — 17-й модуль МКС. В космос отправится уже в будущем году.